МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И лично Михаила Саакашвили с открытием заметно торопились. На торжественную часть приехал сам президент Украины Петр Порошенко. Ему вручили сувенирный паспорт даже в тот день. Стал ли административным центром, собственно, свободным от коррупции? И есть ли повод радоваться круглой дате? Говорим с нашим новым гостем. Это Артур Амиров, директор Одесского центра админуслуг. Здравствуйте. Рад вас видеть у нас в гостях. Ну и поздравляем с годовщиной, если точно 16-го числа исполняется. Совершенно верно. Вчера исполнится год, только с вашего позволения внесу маленькую коррекцию. Центр обслуживания граждан. Он, может быть, и предоставляет административные услуги, но его название – Центр обслуживания граждан. Основная деятельность его все-таки направлена на? На административное предоставление админуслуг. Совершенно верно. Просто название путают люди. Есть городская структура, просто Центр админуслуг. В том-то и дело, что никто разницы особо до сих пор не заметит. Как это не знает? Это вот ваше субъективное... В том-то и дело. И вам, Артур, анонсирую нашим телезрителям. Мы также будем транслировать в части нашего экрана суд, который сейчас состоится в Приморском суде. Будут очередной раз избирать меру пресечения Александру Орлову. Там находится наш корреспондент Ксения Атерзи. И о самых последних событиях в этом вопросе мы будем вас информировать, как только что-то появится. Итак, возвращаемся к нашей теме. Год. Давайте подведем итог. Давайте. Что успели? Что сделали? От коррупции избавились ли? У нас ее и не было априори, поэтому избавляться в нашем центре было нечего в этом отношении. Стал таким островком антикоррупционным. ОАЗИСом, как ты написал, ОАЗИС противостояния всему привычному нам в наших госорганах. Вот мы им стали. Ну, за год и сложности также были неслабы, и останавливался центр. По какой причине? Напомните. Мы 28 апреля, если мне не взамен памяти, прекратили, временно приостановили прием. То есть мы как таково не заканчивали. Мы выдавали документы готовые, но мы прием документов приостановили в рамках того, что мы меняли форму, юридическую форму нашей работы, мы стали госпредприятием. Мы создали госпредприятие, прошли аккредитацию Министерства юстиции, стали аккредитованным субъектом, что позволило нам на законных основаниях предоставлять услуги в сфере. Но тогда это было... Так получилось, что это было все время незаконно? Нет, это было тогда просто в рамках меморандума сотрудничества между Горсоветом и Министерством юстиции. Мы тогда были подразделением городской структуры, потом мы... Те реформы, которые мы произвели, а реформы, которые наша команда провела, это какие? То есть, если вы их, уверен, хорошо знаете, раньше, например, в Одессе, и в том числе везде в Украине, была полная монополия в сфере регистрации имущества, в сфере регистрации бизнеса. То есть была вот Старицкого в Одессе у нас была, была Большая Анутская, и все. И больше нигде в городе ты не мог зарегистрировать. Преображенская ведь осталась? Нет, Преображенская, это немножко другое. Мы говорим о сфере регистрации имущества, права собственного. Купили квартиру, надо зарегистрировать. Одно место в городе, и все. На проспекте Шевченко? Нет, раньше было. Благодаря нам сегодня, вот те же нотариусы, тоже есть такая возможность, Центр обслуживания граждан предоставляет эту услугу, аккредитованные субъекты, коммунальные предприятия. То есть мы создали рынок живой, адекватной, правильной конкуренции, как это должно быть, чтобы выживали сильнейшие, чтобы мы уже конкурировали на основе наших услуг, качество предоставления, цены, в том числе, потому что есть цена госуслуг, она единая для всех, а есть дополнительные услуги, которые предоставляются. Давайте по цене и по качеству. Конечно. В среднем сколько услуги стоят, и вот много нареканий на, собственно, компетентность сотрудников. Я вам скажу, что, во-первых, цена госуслуг, такие как регистрация права собственности на квартиру, к примеру, она единая для всей страны. И опять же, благодаря нашим инициативам, есть сегодня Министерство юстиции, ну не сегодня, а точку угодно забыла, то есть вывела такую систему, где, например, за 5 дней зарегистрировать право собственности 140 гривен стоило, за 2 часа 6800. И да, я не могу сказать, что каждый день за 6800 кто-то регистрирует право собственности, но есть из этих вот 6800 гривен, которые субъект обращения, то бишь клиент, гражданин платит, 60% этих средств остается в нашем предприятии, как, условно говоря, на существование, на расходы. Ну а на самом деле кто должен финансировать? С одесского его бюджета финансирование предоставляется? В каком смысле? Нет, это как раз раньше так и было. Когда мы стали госпредприятием, мы стали хозрасчетным предприятием, то есть мы на самообеспечение, мы прибыльное предприятие, мы к нему... Сколько стоит один документ? Ну вот любой, к примеру, возьмите и озвучьте его стоимость. Мы же говорим, например, самая ходовая вот услуга, одна из самых на сегодняшний день, это 140 гривен регистрация права собственности на квартиру, на недвижимость. На недвижимость. А Минюст разве не выдает? Уже вот как раз Минюст передал эти полномочия на места. Вот это была большая, грандиозная реформа в Министерстве юстиции, которую он передал. И сегодня городская структура в том числе работает. Я не буду комментировать, как они работают, это уже... Я говорю, может, некорректно будет с моей стороны. Но я скажу, что мы работаем и качественно, и ответственно, и выполняем ни одной задержки не было. У нас все, либо человек хочет по записи, он может записаться, там, 2-3 дня пришел, полагаю документы. Когда Минюст передал уже все обязанности вам, до этого вы назывались пилотным проектом, то есть процессом понимания, нужно, не нужно, можно, нельзя, теперь это уже не пилотный, это полноценная, автономная такая вот... Пилотный проект был в рамках того, что под одной крышей мы расположили сотрудников Минюста и сотрудников Центра административных услуг Городского совета, который Центр административных услуг Горсовета предоставлял прописку, паспорта, которые мы, к сожалению, сейчас перестали предоставлять в рамках того, что мы аккредитованный субъект, мы не можем работать с городом, город не захотел с нами работать, мы хотели под одной крышей сделать вот это все. Вы до сих пор конфликтуете, да? Ну, конфликта как такового нет, но я не могу сказать, что у меня на сегодняшний день просто наши пути не пересекаются, и поводы для конфликтов. Последний конфликт был, когда мы создали госпредприятие, когда мы разошлись, условно говоря, там был вопрос по поводу документов, нам кричали, что мы там плохие, это уже прошедший такой этап, как бы он уже пережит. Факт в том, что сегодня, вот важно, я бы хотел, с вашего позволения, подметить, что сегодня важно. Важно то, что сегодня, в отчасти благодаря и из-за проведенной реформы, образовался определенный вакуум в сфере предоставления данных услуг, потому что наши люди, во-первых, не каждый день покупают квартиры, и, соответственно, у людей, как бы, понять, ну, что делать, это же необыденность. Для вот юристов, для тех, кто по доверенности, например, бегают, да, там, это уже обыденность такая. А вот для людей, они не каждый день открывают бизнес и так далее. Поэтому еще нету такой, вот, знаете, люди немножко не понимают, что ж теперь делать, изменилось, они ходят туда-сюда, и там. То есть есть определенные... Так куда идти все же? К центру обслуживания гражданин. Да, и за сколько времени, и за какую сумму вы решите? Вот вы можете у нас, вот, самый быстрый условий, стать предпринимателем за пять минут, открывать субъект. Как в Грузии? Ну, как в нормальных, я считаю, странах, как вот западного типа. Когда-то, очень, не знаю точно, но предприниматели немножечко были недовольны процессом закрытия предпринимательской деятельности. В этом вы способствуете? Мы осуществляем этот факт закрытия, но еще есть момент проверки налоговой инспекции, которая вот, прежде чем мы, сам факт припыдывания деятельности мы осуществляем, но именно само вот окончательное вот как бы закрытие, да, уже в случае того, если были ли там те или иные коррупционные схемы, это уже налоговая инспекция проверяет, и после уже как бы это закрывается. Но опять же, закрыть это с нашей стороны, первичная подача документов, оформления на закрытие, или изменение, например, учредителя, да, вот, юридическое лицо, например, компания, там, не знаю, рынок, блокнотный, хотят изменить учредителя, пришли к нам, и все, пожалуйста. Еще раз возвращаясь к вопросу, 5 минут, и ты, бизнесмен, сколько стоит? Бесплатно. Так как мы сегодня подводим итог, мы обсуждаем и самые скандальные, в том числе, заявления, еще раз возвращаемся к вопросу о том, кому принадлежит помещение, в котором сегодня находится центр? Возвращайтесь. А, это вопрос, да. А вы обвернулись к вопросу, и вы возвращаетесь. Кому принадлежит? Оно принадлежит, я так понимаю, что оно принадлежит нашему арендодателю, а наш прямой арендодатель, это… Борис Каппин. Ну, это уже, я не знаю, в арендодателе так не написано. Ну, понимаете, вот, я знаю, что вот это такая щекотная или щепетильная тема, но мне кажется, что это вот странным, что оно становится таким большим предметом для обсуждения в рамках того, что оно есть на сегодняшний день. Хорошо, скажите тогда, все операции денежные проходят через какой банк? Это абсолютно открыто. У человека мы не обязываем. Человек может оплатить с привата 24, например. То есть это обязанности через платиновый банк? Ну, опять, нет, нет, это, конечно, нет. Человек может оплатить, если реквизиты, если деньги попадают на реквизиты, на счет оплаченной, все, услуга предоставляется. То есть то, что есть территориальное расположение платинового банка рядом, они говорят о том, что мы обязываем или только там, иначе не принимаем. Вы ответственно заявляете, да? Можете проверить. Стоимость аренды и ремонт помещения. Возвращаемся снова к этим цифрам. Так неинтересно, я бы поговорил, например, о новых услугах. Вот у нас, представляете, оценка. Вот у нас мы запустили новые услуги. Мы открылись во видеополе, мы открылись сегодня в Белгороднестровске. Вот это интересно, это уже пережеванная опять пережевка. Стоимость аренды. 83 300 гривен за 1649 квадратных метров в месяц. Иными словами, миллион гривен в год за более чем полторы тысячи квадратных метров. Ну не считаете, что эту сумму можно было как-то по-другому направить? Еще дешевле. Вообще распределять эту сумму иначе. Ну, поговорить. Ну, может быть, у вас более такие есть, вот такие воспособности, которые могли бы нам поспособствовать еще больше молодежи. Ремонт помещений еще 19 миллионов. Заложенных было 14,5. Вполне прилично помещений. Вполне прилично. 9,5 миллиона. Я вот. 9,5. 9,5. На 10 меньше, чем говорят. Ну, я не знаю, кто говорит. Просто было изначально заложено, больше бюджет был заложен. Но впоследствии потрачено было меньше, чем предусматривали. То есть мы потратили существенно меньше, чем изначально. Ну хорошо, даже 9 миллионов. Зачем ремонтировать помещение, в котором можно было предоставлять те же услуги, не вкладывая туда 9 миллионов гривен? То есть не приобретать мебель, не делать освещение, не проводить все кабеля, необходимые для компьютеров. Это были важные моменты. Ну, мы же не будем на коленке, на ваше усмотрение, писать, правда? Я не знаю, что это все. Нужны компьютеры. Компьютеры нужно подключить к сети. Внутренняя сеть, интернет-сеть, питание. А какие вот люди говорят, мы же там не картины Пикассо. К чему веду, есть уже версия, ее озвучивали, в частности, в этой студии, о том, что Михаил Саакашвили наживился, скажем, на вот всей этой истории. С арендой, с ремонтом помещения, который стоил больше, чем вы говорите. И даже, возможно, больше, чем вы. Мы с вами вот и вне студии, в принципе, так более-менее знакомы. Вот, знаете, вот есть бытует такое мнение, что Амиров, ну, вот этот вот Артур, он тоже, он очень, он такой коррупционер, он вообще, он там на каждом шагу. А в комсовет вы, Артур, не попали. Вот, видите, а потому что вот такие, как вы, понимаете, они проголосовали за более-менее, вроде бы, неплохого человека, который неплохо бы, может быть, предоставлял интересы одесситов, понимаете? Ну, ничего, все еще впереди. Представляете интересы одесситов? Конечно, ну, на сегодняшний день я работаю на благо одесситов, на благо жителей Одесситской области. Вот, своей деятельностью, мне кажется, что мы упрощаем жизнь очень многим людям. Мы вот, к вашему сведению, скажу вот такую интересную цифру, мы именно услуг, самих услуг за год нашей деятельности предоставили выше 70 тысяч. Представляете? А если количество людей, да, это возьмем, например, пары, да, вот мы поженили уже более 700 пар, да, то бишь, это 1400 человек. А когда закроется лавочка? Лавочка, когда закроется? Говорили в октябре. Вот спрос, просто, знаете, такой спрос, мы думаем, когда уже перестать людей, вот уже, говорит, записывать? Ну, люди просят, что поделаешь? Вот у меня, например, сотрудник, я, мой заместитель... По прежнему 1000 гривен или уже 200 стоит? Что, что, что? Ну, Миньюст поднял, поднял стоимость услуги. Миньюст сейчас, у Миньюста 2000 гривен в светлое время суток, с 9 до 4 часов, и уже в вечернее, условно говоря, время, только Миньюст за мою отплату в размере 3000 гривен. Помимо этого, еще есть такса центра. То есть, центр, если без срочных каких-то действий, у нас самый базовый тариф, это 500 копейки. А разница какая между городским... ЗАГСом? Да, ЗАГСом. Ну, у нас за час. Вот пришел, вот ты записался на подачу документов, ты подал документы, через час ты уже муж и жена. Причем, хоть ночью. Вот единственное место во всей стране, по сей день, несмотря на внедрение данной услуги нашими партнерами в центре, готово в Киеве, который подобный нашему центру. Мы единственные, кто-то делаем за один час и круглосу. А пособа как отличается? Пособа, ну, конечно, существенно. Там вообще минимально, там 85 копеек такса и там что-то, там 100-200 гривен. Ну, поймите, там же факт в чем. То бишь, не хотелось бы никаким образом там ничего кривого говорить о наших друзьях из других структур, но там очень сложно, например, даже записаться, потому что ты только записываешься, там еще 30 дней, пока тебя вот... Но преимущество этого центра понятно. Вопрос, что касается статистики непосредственно центра админуслуг, как называем его так. Вот за год, да, первые обращения, которые были в первой месте существования в октябре прошлого года, и вот сейчас увеличилось количество людей, которые обращаются. Ну, хороший вопрос скажу. Максимальный наш спрос был, когда в марте. Вот у нас была рекордная... Перед закрытием, да? Ну, за месяц до закрытия, когда вот мы действительно уже люди привыкли, по нарастанию мы набирали сотрудников, уже более-менее мы как бы вот думали, что мы нашли общий язык с городскими структурами. Вот, и мы тогда, у нас был рекорд почти, что 900, если не ошибаюсь, 900 с лишним граждан в день. То есть, представляете, 900 с лишним граждан в день получили услугу, мы им предоставили в день. То есть, сотрудникам нелегко приходится, как оценивать их труд и во сколько? Приходило, сейчас, на сегодняшний день, конечно, существенно меньше спрос, ввиду того, что мы меньше перечень услуг, которые мы, опять же, почему вы мне пообещали, что мы вернемся как раз, вот я очень жду, когда мы вернемся, мы вот расширяем перечень услуг, естественно, и увеличивается человекопоток. Вот, опять же, вот мы сейчас, с прошлой недели запустили услугу оценку имущества, любого имущества. Вот вы, причем, ниже рыночных цен, да, вот вы сегодня можете оценить, хоть вот стол, за которым мы с вами сидим, у нас в центре, квартиру, дом, а этого необходимо. Почему? Потому что это очень, на самом деле, коррупционная такая вот процедура, потому что очень часто людям необходимо либо завысить цену, либо занизить цену. Вот, а у нас, наоборот, все вот как раз будет прозрачно, все как есть, все по закону. Что касается прозрачности и антикоррупции, сколько зарабатывает сотрудник центра? Сотрудники центра на сегодняшний день зарабатывают от 4400 гривен чистыми на руки. Черный нал. Чистыми на руки, на карточку банковскую, так оно называется, с уплатой всех. Но вы знаете, вот на сегодняшний день один регистратор, который у нас сегодня регистратор, он получает на руки 8000 гривен, а обходится нам 12, 1200 гривен. Вот как вот... 4200. 4200 налоги, понимаете? 4200 на карточку, а нам? Ну, за то, что вот у нас работает человек. В руки ничего не платите, все проходит чисто. Ничего, если честно, ничего не остается. А давайте вспомним, как все начиналось и как задумывали. Как плыли впервые вновь, как строились лодки. Смотрим и возвращаемся в студию. Год назад на проспекте Шевченко начал свою работу Центр обслуживания граждан. Его открытие презентовал Петр Порошенко. Он назвал это событие символом изменения отношения государства к своим гражданам. Вместо длинных очередей и системы взяток в новом Центре обещали оптимизацию услуг, открытость и ориентированность на клиента. В его компетенцию попали самые популярные обращения, регистрация бизнеса и недвижимости, получение первичного паспорта, прописка и другие. Важной отличительной чертой Центра должны были стать ускоренные сроки предоставления услуг. Для этого рабочая группа подавала более 15 предложений для внесения поправок в законодательство. Однако уже в декабре в Центре начались проблемы. Сотрудники жаловались на несвоевременную выплату зарплат, а треть рабочих мест в отделе пустовала. Из-за этого предоставление услуг занимало больше времени, чем планировалось. Причиной подобного СМИ называли конфликт между ОГА и мэрией. Крупные проблемы были с финансированием. Предложение о выделении на работу Центра 9,5 миллионов гривен не находило поддержки областных депутатов. В руководстве Центра такое решение называли политическим. На время Центр даже закрывался. Однако позже создание на его базе областного коммунального предприятия все же было согласовано. Это позволило узаконить механизм финансирования Центра из облбюджета. Новый ролик? Год это немного, но тем не менее уже есть о чем говорить, есть о чем вспомнить. Ну и также хотелось бы узнать, что послужило сигналом и поводом открыть в Увидеополе Центр, который предоставляет подобные услуги. В Увидеополе есть спрос большой. К нам приезжает из этого района очень много людей, очень много аграриев, которые сегодня регистрируют свои паи, земли, на которых они обрабатывают, на которых они работают. И, как правило, им просто негде, потому что у них объемы очень большие. Вот у нас приходит 300-400 пакетов документов на кусочки, ну, делянки земель. И им негде это делать. У них ЛК. И мы открыли вот маленький, так сказать, офис там, да, и там уже очередь, уже одного сотрудника там не хватает, уже второй сотрудник, уже два сотрудника. Сегодня в Белгороде. То же открывалось как пилотное? Ну, это не то, что пилотное, это просто в рамках нашего госпредприятия на те средства, которые мы с горем пополам за вот период нашего возобновления нашей деятельности 10 мая, как госпредприятия, мы постепенно, по чуть-чуть развивались. Мы же по сей день, мы так и не получили той финпомощи, которую нам обещал обувь совет. Сегодня должен заменить. Ну, справляемся, ну, опять же, понимаете, можно по-разному. Куда лично обращались, к Анатолию Урбанскому, возможно. Конечно, Анатолий Игоревич. Но не то, что он отказал, или он поспорил. Но на сегодняшний день там такая цепочка людей, которые могут помочь или не помочь, что, ну, очень большая, да, вот это вот чиновничество. Пока что они уже не помогают. На сегодняшний день, вот недавно, буквально неделю-полторы назад, возобновились более-менее адекватные диалоги, и мы, возможно, мы перейдем со временем в другую форму собственности. А вот почему так складывается? Не идет навстречу. Горсовет не шел навстречу, сейчас там худо-бедно как-то происходит. У нас, знаете, я не хочу никаким образом тыкать пальцами, но вы же знаете, вот многие из нас, по крайней мере, знают, что вот если вот не всем интересно что-то, или чей-то интересный, то очень сложно что-то реализовывать. В данной ситуации у нас, мы немножко заняли такую тяжелую принципиальную позицию, с которой не все хотят смириться. Тем более в нашем городе, где все очень вот как бы поделено, условно говоря, во всех отношениях. Резюмируем. Ваш личный интерес, он в чем? Ну и куда, собственно, обращаться? Мой личный интерес. Я усыпаю в последнее время, и даже иногда вот просыпаюсь, вот даже читаю новости Думской, но с мыслями о центре обслуживания граждан. Почему? Потому что даже мне сказали было полтора года назад, что я когда-то этим буду заниматься, я даже не подозревал, что я бы не поверил. Но сегодня настолько этим зажил, что уже это дело принципа. У нас уже вот штат опять набирается, у нас же 50 человек почти что в нашем штате, 50 людей, за которых я ответственен, да, и которым я лично должен обеспечить рабочее место, условия труда, нормальную зарплату, и организовать их работу так, чтобы они могли развиваться. Потому что ребята проработали год, у нее сидит девочка на рецепции, ей уже скучно, она хочет рост, она уже думает, куда бы пойти в другое место. То есть мне нужно создать такие условия, чтобы им интересна какая-то карьера была, вот такие вот у меня амбиции, чтобы на пользу Одесситам, чтобы завтра сказали, что вот это все, все вот эти злословия, они на самом деле были пустыми в наш адрес. Про пользу Одесситам, куда обращаться и звонить, к вам последний вопрос. 737-6000, телефон нашего центра, звоните, обращайтесь, вас проконсультирует наш специалист, наш профессионал, ответит на любые необходимые, интересующие вас вопросы. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Артур Амиров, директор Одесского центра «Админуслуг». Мы пока прерываемся на небольшую паузу, но также анонсируем о том, что прямо в этот момент в Приморском суде начался суд, очередной раз выбирает меру пресечения Александра Орлова. Будем об этом сообщать обязательно в ближайшее время. И также поговорим об этом сегодня в вечернем времени, в среднюю большую паузу, вернемся, поговорим о спорте. Черноморец, Динамо, Киев. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова